Огрызки сил хаоса будут наказаны. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус. Да, данное сражение могут выиграть еще последние из своего рода, но как минимум мы гарантируем им достаточно большие потери и дальше уже точно добиваем. Этот стэк выживет, многих может сольем, но отступим. Сейчас в первую очередь собаки, конечно, представляют угрозу. С другой стороны, те же отродья, драконы в меньшей степени опасные. Да, они могут дыхнуть своим перегаром на нас, но это чуть другой формат. Это немного другое. Здесь сейчас я предлагаю чуть плотнее все-таки их поставить. Чуточку плотнее и рядочком, рядочком. Так, маг огня идет вперед, погнали. Чуть-чуть повернуть, этого уже будет местами достаточно. Ох, как хорошо огонек-то этих зелотов наказывает, а? Просто божественно практически наказывает. Так, наверное, вот эту способность мы придержим. Пусть дышит. Пусть дышит в герое. Все правильно, все хорошо. Там псы то, что забегают на фланге, но это плохо. Так, ты врывайся. Хорошо. Мы видели, как против троллей эта способность работает, поэтому хочется верить, что и здесь она себя проявит. Данный отряд сейчас уничтожим. В принципе, для этого на фланге мы без проблем наших сможем использовать. Ну, а в лоб... В лоб будет тут больно. С этим не поспоришь. Ты разворачивайся от дракона, давай. Вы уже выходите. Готовьтесь охотиться на них. Собаки разбиты. Вы начинаете свою комитет. Дракона, дракона, продолжаем обстреливать драконов. В принципе, их минуснем и на фланге вот эти еще отряды сейчас разнесем. Остальное уже... Ну, хотя вот еще несколько собак убежало, да? Давай-давай-давай. Активней-активней-активней-активней. Можем огнем сжечь. Ну, давай, ладно. Сейчас подождем. Так, ладно, стреляй сюда. Давай-давай. Тут отряды не успевают... Эй, вы драконы... О, это отлично, красавцы. Добили. Добили их все-таки. Собаки, возможно, выжили. Ну, с этим уже ничего не поделаешь. Не, на этом фланге я не успел докрутить. Даже на этом фланге. Давай. Активней их кромсай. Ну, не успеем. А жаль. Ладно, дракона одного точно убили. Отродья повержены. В принципе, по мелочи так. Наши еще неплохо обменялись. Кавалерия? Безусловно. Вот в этом сражении кавалерия зашла бы прям очень хорошо. Лучше пехоты, безусловно. Потому что тут от тех же псов мы убежать смогли бы их расстрелять. От драконов. Вопрос в другом. Хватило бы боеприпасов. Кавалерии. В любом случае бы проиграли, но, наверное, прорядить их ряды смогли бы куда солиднее. Куда солиднее смогли бы прорядить. Все, отступай. Ты выживешь. Ух ты, а ты решил его добить. Какого фига ты позволяешь это делать, а? Трок. Трок просто мерзавец редко с ним. Позволил вот так вот просто слить этого парня. Ну, ладно. На самом деле, надо набирать сейчас стейки прям активно. Я в Альдорфе и в Куроне начну собирать сейчас новые армии, чтобы уже точно добивать как можно быстрее. Ну, чё, империя осталась, да? Куда идти? Деньги постараемся Вульфриком активно зарабатывать, а остальные стейки будут второй волной просто сметать, что остаётся. Что остаётся, то и сметаем. Сейчас станем Чуть плотнее. И добьём тех, кого ещё не добили. Так, уходи. Уходи! Всё, ладно. Ты склеил ласты, там дракон ещё... В принципе, он сделал красиво, дракоша. Дракоша сделал идеально. Так, 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 вы отродья попытаетесь добить-то всё-таки. Безусловно, здесь сейчас концентрируемся... Даже вы оборачиваетесь и исключительно на драконе. Там со спины к вам летят, ничего страшного. Всё, дракон уничтожен. Расстреливаем. Полководца не трогаем. Вообще, в принципе, он-то нового наймёт, какая разница. Да будет мяу! Да будет мяу! Вперёд! Расстреливаем убегающих, расстреливаем! Ещё хотя бы... Вот так вот, отлично. Ай, замечательно. Один уже точно. Тут в поле не воин. Кстати, нам даже дают шансы на победу. Может, ещё не всё потеряно. Если убегающие будут возвращаться, то мы выиграем. И сейчас, я думаю, даже сконцентрировать огонь на полководце. В этом случае его смерть будет нам очень выгодна. Так, вы убегаете. Ну, бегут, бегут. Не, выиграть нет. Даже если сейчас полководца мы сломаем, опрокинем, не поможет. У нас боевой дух. Просто невероятно сломлен. Ну, чуть-чуть. В принципе, был шанс, на самом деле. Если отнестись к этой битве, прям сразу как той, которую можно... Куда ты, куда ты, куда ты, нет. Стреляй. Давайте, ну же! Блин, ну вы могли залп сделать и... Он бы слёг. А здесь шустрые эти ребята. Любители удовольствия, они на самом деле так-то шустрые. Легко наших догоняют. Давай, 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 давай. Вперёд! Уводи их, уводи их под обстрел. Уводи их под обстрел. Давай-давай-давай-давай. Делай раз, делай двас. Все остальные бегом сюда. Но не бегут. Вот баланс был бы сейчас чуть-чуть больше в нашу сторону. Мы бы их опрокидывали. А так нам на самом деле, если удастся опрокинуть этот отряд до того, как придет подкрепление... Ну хотя бы боеприпасов мало. Вот, честно говоря, боеприпасов уже нет. То есть, в принципе... Сейчас... Баланс выровнялся. Но это лишь на время. Да, еще и он возвращается. Его преследовать бессмысленно было, потому что у нас нет бойцов, которые бы его догнали. Но... Он ничего не может сделать. Он тоже трусливо... Сваливает. Давай-давай-давай-давай. Маг зря тогда погиб. Надо было его спасать. Блин, они так-то сейчас наши бегут. Поголовно. И вот этого не хватит. Маленького такого... Фактора. Он просто очень правильно... Бегает между ними. И опрокидывает. Там даже этот вернулся уже. Не, ну это уже точно поражение. Готовь. 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 Собицы. Это же, чем мастеры. какие качели какие качели давайте у вас боеприпасов нет поэтому ты уже ломись вперед мы выигрываем господа лорд вроде бы сбежал но мак конечно его склеила steam ну это героическая победа мелочь ну приятно приятно 20 к который вот финале остались они живы и они сделали больше всего работы надо было тогда сразу убивать просто полководца я почему его не хотел убивать я же считал что в любом случае мы как бы проиграем и лучше покоцанный в следующей битве маг и армия чем новенький вполне возможно легендарный даже какой-нибудь если его вдруг впихнут ночи легендарные лорды в фиолетовые отряды сразу нанимали после уничтожения мы видели да архаон так 4 поэтому всякое могло быть тут лучше действовать порой наверняка ну неплохо смерть в битве только заклинателя постигла давай тебе оставляем есть возможность выпотрошить не 5000 в принципе заработать все больше хаос не явится к нам хаос уничтожен окончательно а здесь мы уничтожаем хазит хазит хазы тебе надо нанимать снова конечно и вам нужно нанимать новых здесь не особо он приятный найм сейчас думаю одного отправим вместе строгом а ты подтягивай берем самых дешевых сейчас берем вообще сейчас самых бешманских и тех же лучников даже из общего резерва возьмем всякий случай сразу троих вот сюда поставлю уже 19 бойцов будут ходить ты подходи сюда ты иди на территорию империи трог хотя он остается один конечно пока что в плане на гномов нарываться ему вряд ли стоит в этом положении берем деньги сейчас мы нанимаем армии нам деньги нужны на следующий ход просто уничтожим ну что тебе можно трог еще вкачать полезного давай вот сопротивление они как бы у тебя есть в армии есть есть вульфрик родной ты наш вербат уничтожить поселение мы еще пойдем смотреть и там даже гринштанд уникальный город а кстати адская яма я ошибся саму этот город не должен быть уникальным даже а вдруг а вдруг что-то изменилось его можно прокачать так вульфрик эльфы молодцы эльфы сейчас здесь уничтожили надежду империи последствий это заткнувший груз ты подобрал ну ладно но армия я не вижу и она отступила назад армия там отступила назад эльфрик джура джура ну уничтожай висенбург сам без проблем автобой тут нормально поверил в наш стек лучников форт зол наверное вот как раз ты займись еще форт золом возможно джуры стоит еще и высунут уничтожить кстати город не отображается название вообще никак форт зол первую победу отдают но никого не сливают нормально хотя слив блин что-то врёт нагло мне и вероломно врёт сливать ты сливает на самом деле так вы вдвоём хотя но один точно уйдёт сейчас тебе нужно восстанавливать силы харгаш тут как раз строк рядышком ты сможешь поделиться форт страгов уничтожим прервем найм этого стека он искусственный интеллект очень удобно для нас сделал начал форт страгов использовать для найма бойцов если бы он вот здесь и проблем бы побольше было еще отступив свои земли остановите потери не он стекло на своих сожалений доме смерти я дослужился джуран так снагур снагур но здесь такая тема я думаю сейчас одного отправим южнее на разведку кто из вас лучше всего гарнизона кошмаре ты ты тогда и остаешься тут а ты чуть-чуть уйди вот сюда нам нужно посмотреть куда ушел стек на завастку да этот хоббит увел своей армии тогда нужно 20 к вести рядышком обязательно нужно рядом вести 20 км можем пока его разместить возле эринграда ну и поставить за хотя не засаду ты не потянешь любом случае лучше спрятаться ты выходи так готов у тебя как задачи вот да напираем напираем или в режиме камер налета остались просто просто яйцеблом восстанавливает потери тобой мы разрушили поселение сельванию еще доберемся сельвания еще будет рыдать кстати все армии во фракции будут получать опыт такая еще будет приносить пользу прокачка строительство и сейчас несколько стеков поставить в найму то есть на севере у нас армии есть а вот на юге причем один стек из курона я бы как раз вывел вот уничтожить в горах оплот так местной армии получат возможность кстати неплохой можно было бы использовать момент тролли а кстати защита для троллей а это куда круче все армии получит а значит утро то будет стек более живучий соответствовать троллям он будет ну и вроде бы все а подожди все сам же сказал и тут же уже все крон нанимаем лорда 14 уфимиры для таких вспомогательных стеков на самом деле фемиры это самое то и гили еще имеется ног и гилю тогда нужно хотя бы она маг не имеет в отличие от обычного штурму крепления перк неплохо тогда и гильд и ждет с другой стороны тут тупой вон один парниша лучше уж и гильд проверенный пар них а кого на него наймем кого можно поставить и этих с другой стороны они столько нанимаются опроку мало избранных они нанимаются дольше чем те же фемиры троллей и остальное ну давай так вот четверых будут у нас еще и избранные раз возвел я там постройку здесь мы уже комплектуем армию но она должна носить вспомогательный характер действительно здесь так как как увеличить количество что вы так отвратительно то нанимаетесь в этом регионе по три бойца всего хотя он вот даже три бойца найми и веди их рядом с вульфриком несколько таких стеков уже пару поселений заход мы можем разграбить и уничтожить сразу даже там второй волной идти не нужно но да пока так один стек очень элитный нанимается у нас но долго там я не знаю какому этапу он подоспеет ну по крайней мере точно разберется с этим поселением можем быть уверен вот реально есть сейчас искусственный интеллект наймёт хотя бы маленькую армию вот здесь и пойдет заселять это будет неприятно потому что мы почистили остается нуль скажем так фракция еще который может законфедератить франции таким образом спастись но если им не угрожать а сейчас и мне все-таки угрожать не буду я уведу эти стыки может не ну в любом случае спасет легендарного лорда должен быть спасти и законфедератить за него других так эльфы мы вас ускоряем вы не хотите помогать нам старом свете так клан скраер уничтожил горы это хорошо это хорошо но мы здесь не на расслабоне может трот поставить засаду возле города скавинов гномы в любом случае нападут а потом на контратаке их поймать да и с двух сторон зажать потому что у нас еще стыки пойдут вот сюда вжигать территории кислева и мы их уже там вернем земли немножечко разрушим владения гномов в темных владениях чтобы не лезли к нам ну или хотя бы какая-то буферная зона была и дальше вернемся к империи не он возвращается к форту здесь две армии сейчас а с другой стороны еще 20 к подходит еще 20 к данная атака пока пока подождет вульфрика а вульфрик там на этом ходу я думаю уже дотянется вот до этого города ему-то с его дальностью жих долетит просто как на крылья как армия дзинча телепортируется из одной точки в другую просто в идеале на территорию сельвании ввести нет наверно в идеале все-таки действительно нужно выжигать здесь земли вульфрика нужно повести дожечь центральную часть империи помочь север и потом уже додавливать к сельвании то что тут гномы могут из гор повылазить если я сейчас в сельманию пойду и вот стэхи который будет с вульфриком и сам вульфрик увязнет в их волосах запустит туда руку и увязнет так а вот они гномы кстати контратака и не потребуется мы гномов сейчас и добьем в первую очередь стэк вспомогательный рядом строгом уничтожает город и скавины я надеюсь его начнут уже заселять а мы в свою очередь бьем гномов и идем туда цитадель сумерек может еще и он эльфы захватит несколько поселений так призыв к оружию это вообще какой-то непонятный чел немножко на архана смахивает но фиг его пойми кто это они называют себя никто как в одиссеи да а здесь они пошли еще круче они просто многозначительно промолчали многозначительно промолчали когда пришло время представляться хочешь право прохода дадим тебе право прохода но денег нет денег нет но вы держитесь вообще иди в малый бизнес если хочешь день и нечего просить у нас чем на тебе государство что ли это там попросить можно но на больше не надейся такое вот норский государство у нас но мы в свою очередь берем все что хотим норска не знает пощаду так охотники объявляют а мирный договор хотят а давай просто давай хочешь мирный договор тем более воюй только против меня идем по порядку у нас сейчас много работы много заботы в первую очередь друз многоуважаемый друз решите этот вопрос я сомневаюсь что карлик выйдет вот сюда чтобы добить этот стек хотя может просто напакостить чисто напакостить могу попытаться аватской яме много мы можем нанимать ну-ка вернись назад сейчас там в принципе если хотя бы четыре нет трешка можно поставить стек допустим здесь мы сейчас начинаем ловить аватской яме тупого уже даже не рассматриваем берем фемира и подтягиваем тех желудочников дешево и сердито есть контакт рок ты идешь добиваешь гном хотели могут отступить и спасутся сейчас не у меня не нормально затягивать да главное чтоб там у гномов еще один стек не оказался и не прикрыл как гномы тут не особо зарабатывают жадно терзают наши земли и увозят деньги свои норы в норках уносят золото в норке так скиталец морем ты может быть и дотянешься но не факт в принципе midens так можем уничтожить midens так железобетона можно уничтожить даже не разорять сейчас тебе чё задержали одни нормально все и даже и гиль это может сделать можем даже разграбить тогда сколько денег дадут за разорение 8 ну десятка туда будет гореть хотят ухты интересно вульфрикс киталец меньше заработает чем и гиль у него там прокачка играет значение на то что у нас предметы и прочее уже отходит на второй план есть контакт смотрим армия но она может тебя разбить если сейчас нагло сюда пойти поэтому я бы конечно хотя бы джуру подождал джура 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 давай зайди сюда чтоб немножечко разорял и топать и земли по дороге по дороге к приключениям ну что вульфрик как мы с тобой поступим давай подойди тогда наверное сейчас разграбим ты и на этом ходу и на следующем просто будешь стоять смотреть решительная победа дракон немножечко поцарапался подходи вплотную ты в любом случае нападаешь на вульфрик ну пройди за поселение но так чтобы ты еще пришел на помощь на следующем ходу отлично и теперь эта армия ну вряд ли куда-то конечно убежит но перестраховаться стоит джура походил ров и нанимает элиту друз разрушил олов мы тебя передвинули поближе аргаш но все правильно до охраняй пока луфе мира можно прокачать что просто не надоедал со своей прокачкой дальность перемещения берем там берущую все вот именно стратегическую ветку адские адские так содержание к этому мы еще не пришли ну можем и найм уменьшить принципе да вот так и заново вас призывать замечательно подожди еще несколько движений потери чтобы восполнял перспективе быстрее следующий стек ну хотя с другой стороны зачем засада если мы можем порвать да этот стек этот город форка строк но тут труд бы нужен у нас есть заклинание город то уникальный его интересно будет посмотреть а ты дотягиваешь нет и не дотягиваешься тогда на следующий ход тогда мы на следующий ход здесь будем это делать все таки просто чтобы еще один маг участвовал в сражении фимиры позволятся тут пойти на что и сразу обидное поражение нам предсказывают она не еще и потери будут нести сейчас хотя в любом случае мы только два стека будем использовать для этих целей пока ставь засаду пойти на штурм это в любой в любом случае следующей серии уже согласитесь идти на штурм город город уникальный город нужно посмотреть так и гель когда-то ты командовал более серьезными силами но сейчас сложные времена на следующий ход уже тут стоит будет готов ты осаждаешь ты просто грабишь штурм города а давай нанимать на другом случае еще будем а можно было еще покоцать кстати говоря но уже ладно но уже ладно так нанимается там еще один стек здесь начинай кошмарить уже адрес ну и последний герой он вернулся после провала поэтому давайте провал вероятен вновь гарантируем его лечение поскорее так горы 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 это мы ремонтируем небольшую пакость успели имперцы сделать дойдя до наших земель туманные холмы улучшаем ну а здесь нас ждет сражение уже в следующей серии на сегодня все друзья мы с вами был вера всем добра пока